здравствуйте уважаемые садоводы и огородники меня зовут русских иван я приветствую вас на канале про цветок сегодня мы поговорим с вами об одной проблеме которую садоводы и огородники почему-то зачастую игнорируют но в то же время она остается чрезвычайно важны это вредители и именно очень специфические вредители которые называются нематоды кто же такие нематоды нематоды относятся к круглым червям и паразитируют на очень многих растениях это такие же черви ну похожие не совсем такие как которые паразитируют и внутри человека тоже и настолько же насколько важно избавляться от этих нематоду человека в той же самой мере важно избавляться их и у растений дело в том что нематода является вредителем который очень опасен и очень сильно вредит растениям опасность его еще состоит в том что он может не вызывать мгновенного видимого эффекта гибели но может долго накапливаться в почве постепенно подтачивая наши растения постепенно снижая урожай какие же факторы способствуют развитию нематоды в первую очередь нематоде способствует отсутствие севооборота если мы в теплице или в огороде на одном и том же месте постоянно выращиваем огурцы или томаты или перцы или растения одного семейства каковыми являются перцы томаты и баклажаны то нематода которая повреждает эти растения развивается там и цветет пышным цветом и мы тогда не понимаем почему имея сильную рассаду и ухаживая за растениями как следуем как следует мы систематически не получаем хорошего урожая кроме того бывают случаи когда мы приложили массу усилий для выращивания рассады и пропарили грунт и протравили семена и подкормки делали все все делали но рассада у нас никак не удается она чахнет она имеет слабый вид нематод существует три типа корневая стеблевая и листовая но вот как раз в тех случаях которые наиболее часто распространены у огородников встречается корневая нематода корневая нематода посленовых растений и огурцов кроме того что она вредит томатам перцам и баклажанам она еще и очень вредит картофелю поэтому севооборот очень важный но если для картофеля севооборот обеспечить несложно то для томатов как правило это очень сложно потому что мы пересеваем пересеваем и пересеваем томаты все время в одной и той же теплицы как же избежать накопления нематоды и как избавить наши растения от повреждающего действия нематоды дело в том что это достаточно трудно против нематоды на сегодняшний день не существует каких-то действительно мощных и сильных средств защиты такие например как фунгициды или инсектициды традиционные средства защиты на нематоду не действует потому что все таки это круглый червь совершенно другой тип животных чем все остальные наши вредители кроме того что необходимо периодически давать отдыхать земле но и этот способ не всегда эффективен потому что цисты нематоды очень устойчивы выдерживают морозы они могут сохраняться в почве и 3 и 5 даже лет необходимо все таки применять профилактические мероприятия которые помогут либо не допустить заражения наших растений нематоды либо избавиться от нематоды я вам расскажу сегодня о трех таких способах первый способ является наиболее доступным это применение горчичного порошка дело в том что горчичный порошок очень не любят нематоды и вообще они не очень любят растения и семейство крестоцветных это та нематода которая повреждает огурцы и томаты и картофель в этой связи использование горчичного порошка из магазина является достаточно эффективным при посадке томатов и огурцов в лунку необходимо внести довольно много горчичного порошка примерно полстакана или может даже более на одно растение и более если в случае если вы уже много лет выращиваете томаты или огурцы на одном месте особенно в защищенном грунте второй способ как избавиться от нематоды это использовать препараты на основе бациллюстурингиенсис это такая бактерия которая вредит насекомым в особенности колорадскому жуку ну и другим вредителям но во многих статьях и во многих экспериментах было показано что бите токсин токсин которые вырабатывают эти бактерии действуют негативно также и на многие нематоды в этой связи пролитие лунки или внесению сухого препарата такого как липидоцит или битоксибацилин является достаточно эффективной профилактической мерой против нематоды и третий способ это использование специфических биологических препаратов почему биологических те препараты которые являются зарегистрированными нематицидами химического синтеза являются в очень высокой степени токсичными они токсичны не только для нематоды но и для многих других животных в том числе и для человека поэтому использование их чрезвычайно ограничено но и в российской федерации и в республике беларусь и в других странах существует несколько зарегистрированных препаратов которые достигают эффективности 60 процентов и более против нематоды надо сказать что и химические препараты не обеспечивают большего защитного эффекта чем 60 70 процентов против нематоды но даже такой контроль является эффективным в на основе бактерий псевдомонат который зарегистрирован он называется немацид к с к сожалению для населения на сегодняшний день практически недоступен им широко пользуются фермеры и тепличные хозяйства для того чтобы избавить свои растения от нематоды но я думаю что если широко население будет спрашивать эти препараты в магазинах для розничной торговли то возможно торговля обратиться лицом к производителям этих препаратов и они найдут общий язык для того чтобы обеспечить и население этими эффективными препаратами существуют и другие препараты на основе грибов и с другой основой поэтому ищите спрашивайте их в магазинах и обязательно пользуйтесь при посадке томатов и огурцов для того чтобы не развести нематоду и не потерять урожай я надеюсь что эти советы помогут вам получить хорошие богатые урожаи и понять почему же иногда при всех как вам кажется мероприятиях вы не получаете ожидаемого результата если вам понравит понравилось наше видео наши советы нажимайте лайки подписывайтесь на наш канал нажимайте на колокольчик чтобы не пропустить наши выпуски а для того чтобы оставлять комментарии и получать ответы пишите пожалуйста на портал процветок точка ком ссылка находится под этим видео в перспективе мы там сможем размещать фотографии для того чтобы давать вам лучшие консультации лучше понимать те проблемы с которыми вы сталкиваетесь всего хорошего